Продолжение следует... 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 То есть это у нас зона 28.026, зона сопротивления на данном времени, а 25.260 очень сильная зона поддержки. И что нужно понимать, что вот в данном коридоре мы можем зависнуть так же, как когда-то мы зависли на уровне от 15 до 17 тысяч. Это очень важный коридор и важные уровни. Смотрите, если мы сейчас посмотрим именно с 4-х часовик и рассмотрим с понедельника в пятницу, что будет происходить, у нас коридор остается вот этот с понедельника в пятницу, где у нас идет дальнейший распил 28.026. Но у нас еще есть некий такой заход наверх, который у нас еще не отторговался, и он составляет на уровне 28.800, 28.900 на этом вот уровне. И данный уровень могут начать пробивать и распиливать. То есть заход наверх в зону в среду, там в четверг в зону 29 может произойти легко. Здесь у нас будет на уровне 27.026.500 будет некий перегрев, по которому мы можем в принципе уже как-то работать, потому что если мы посмотрим на этот индюк, то у нас уже имеет некий загиб. Можем сделать такую формацию и уйти вверх. То есть как раз таки, когда мы зайдем в формацию вниз, мы поймаем как раз таки 26.026.500, 27. Но я не рассчитываю, что очень легко пробьем уровень 25.200 и пробьем, пойдем вниз. Пока у меня таких мыслей на этот счет даже пока нет. По рынку могу так сказать, выглядит он более чем для меня нормально. И смотрю на льду, откупаю ее, как вы видите. Мне в принципе все устраивает. Снайперить я не собираюсь, потому что я на споте. Знаю, что люди есть, которые торгуют с плечами максимально возможными. Там 250, 150, 50, 20 и остальные. Меня это не интересует. Мне интересует только спот. И спот еще и в долгую. То есть вы видите, что я каждый раз прописываю долгосрок. Давайте посмотрим, что будет у нас в принципе чуть-чуть подальше, если рассматривать апрель месяц. Вообще апрель месяц может закрыться легко. У нас свечка может быть зеленой. Свечой апрель месяц может закрыться. И можем дойти там вплоть до 32. Многие спрашивали, а что будет, если мы там пойдем в 32 вниз. Вообще легко может случиться. Но меня вот что волнует. Я не думаю, что мы уже там идем вниз до 8, до 10 тысяч. Сейчас я на это вообще пока не рассчитываю. Знаю, что очень многие каналы на это рассчитывают. Но мое мнение, как и было, я считаю, что медвежий рынок начался вот с данной отметки. А это у нас как раз таки апрель 2021 года. И вот отсюда этот медвежий рынок продолжается. Вот это было надутие. И вот с этого надутия многие считают, что будет 8-10 тысяч. А вот если считать, что вот здесь у нас пошел именно медвежий рынок, то все у нас мы уже свое отработали. Даже по временным циклам, по временным отрезкам. Смотрите, вот здесь произошел у нас перегрев. Вот здесь произошел перегрев. И мы ушли вниз. Мы нормально, в принципе, сходили. И что еще хочу сказать. Что индюк даже, который у нас, по которому я держу всегда ориентир. Он пока еще никакого перегрева по нему нет. И как раз таки перегрев у него начнутся на стороне 30-32-34 тысяч. И как раз таки у него просмотр на 34-500. И что хочу сказать. Что уровень 35 – это наисильнейший уровень. И мы можем сказать, что вот мы уже заговорили о таких уровнях. Да, мы можем о них сейчас разговаривать. Потому что вот здесь был некий такой заход в перегрев. И он, кстати, имеет место быть. Потому что вот здесь у нас перегрев был. Мы ушли вниз. Вот здесь у нас перегрев есть. Мы можем уйти в сторону как раз таки 25-200. Но это на дневном таймфрейме. Поэтому будем смотреть по неделям, что будет происходить. Именно вот с сегодняшней начавшейся недели, с понедельника, по пятницу будем наблюдать, что будет происходить. Но пока более-менее мне то, что происходит на рынке, нравится. Итак, по индексу доллара давайте посмотрим. По индексу доллара, наверное, многие видели, что я говорю. На Бинк Иксе у меня тоже там много начал наблюдать. Что-то мы начали смотреть именно в плане того, что напишу по индексу и по другим монетам. Так вот, основной коридор, который на данной неделе будет кружить, это коридор от 103-500 до 102-500. А именно 102-591 – это у нас будет уровень поддержки, который начнут в скором времени пилить. Могут сделать, как я и говорил, задерг до 104. Если сделают задерг до 104, то добро пожаловать. Мы немножко-немножко с криптовалютой повоюем. И она у нас сходит вниз. Но, как и говорил, идет раскорреляция между индексом доллара и криптой. И это нормально, потому что банки, которые начали в один момент рушиться, якобы рушиться, якобы в них начали более-менее вливать денежный срез. ФРС начали снова высказывать свое мнение. США снова начали печатать средства. Тезер напечатали еще, кстати, за все время. Что-то я посмотрел за месяц. Безумно какие-то огромные деньги. Седьмой раз они печатали по миллиарду долларов. Так я не понял, седьмой или пятый. Но, в общем, очень много напечатали денежных средств. Не могу сказать, их куда-то нужно вливать. Чтобы вливать их, нужно как-то показывать, куда это будет сделано вообще, в какую сторону. Так вот, когда происходит такая печать, можем ожидать некого снижения для откупа. Но, когда будет откуп, мы увидим, что будет происходить. Основной коридор, как я и говорил, начнут скоро пилить по индексу доллара США. Начнут скоро пилить 102.591. И, добро пожаловать, мы должны в скором времени прийти уже к отметкам 101. 101.500. Вот этот вот уровень, коридор, извиняюсь, 102.591 до сотки 871. Это будет основной коридор, в котором в скором времени замкнутся и будут ходить. Потому что пошли уже вот тут вот на 104, покажу отметку, где может случиться перегрев. То есть, могут задернуть и обратно покатиться вниз. И это, кстати, будет более-менее адекватно. Так, по эфиру, наверное, давайте, ребята, вы свои вопросы. Так, BSW и Chilis. Джо, у меня такое ощущение, что ты прям сидишь там в BSW и Chilis на этих, на фьючерсах. Ладно, глянем. Так, давайте поедем, посмотрим по, как я и говорил, ENS, ACP и Filecoin. Вы видели, что ENS начал отбирать постепенно. ENS мне нравится, на каких уровнях она сейчас находится. И совсем недавно проскочила новость, что Web3 начинает уже у Web2 замещать, ну, просто отбирать, грубо говоря, и хлеб. А ENS, это как раз-таки Ethereum Name Service, это предоставление доменных сервисов для Web3.0. И могу сказать так, что это прям будет фурор, это будет переворот, когда многие увидят, как это будет все работать. Потому что очень много доменных сервисов было выкуплено именно на ENS. И давайте посмотрим, как сейчас пилят уровень 13.32. И для меня это такой довольно-таки сильнейший уровень. И я откупаю постепенно ENS, потому что верю в его дальнейший рост. Я на нем до этого катался. Но, в общем, он очень хорошо должен выстрелить в будущем. Сейчас покажу его в отметке, куда вообще и где я его буду ожидать. Итак, вот здесь на 12.80, на 13.00 может произойти уже перегрев с разворотной позицией. Вообще вся неделя с понедельника по пятницу будет распил уровней. Вот вообще просто всю эту неделю будут пилить уровни. И это, кстати, довольно-таки нормальная история. Здесь у нас, в принципе, образовывается уже такой некий, если так посмотреть, треугольник, который пора, в принципе, уже отрабатывать. И здесь могут дать сквиза и уйти спокойно наверх. Низ еще ниже 12, ниже 11.50. Я не думаю, что они вообще пойдут. Ну, сегодня, завтра вряд ли не пойдут. Они будут продолжать пилить этот коридор. Потому что основной коридор у нас от 13.60 до 12.70. Да, вот такие вот сквизные палки могут рисовать и уходить опять вверх. Вот. Да и, в принципе, уровни очень хорошие по ЕНС. Итак, по месячному графику давайте теперь расскажу, куда я его жду. На 8 долларах я его забирал. У меня здесь ордера стояли. Ну, вот, соответственно, первые уровни, которые мне интересны. Это 39, 48, 55. Индюк даже уже начал исторические данные какие-то для себя отрисовать. И он начинает шуметь на 42.90. Но для начала, мне интересно, будут 39, 48, 55. И что самое интересное, сейчас идет некое такое накопление. И это накопление довольно-таки сильное. И когда произойдет прорыв, очень многие удивятся, что как это будет все выделить. То есть, вот по этим уровням я вам, в принципе, показал, чего сам ожидаю. Если посмотреть на недельный таймфрейм, более-менее становится понятно, почему даже эти уровни ожидаю. Есть тут некоторые провалы. И ЕНС сама запустилась, грубо говоря, да не грубо, она так запустилась в момент медвежьего цикла. Когда отшел полноценный медвежий цикл. Вот, по ICP. ICP. Ну, этот токен, по которому вообще даже редко что обсуждаю. Я его просто складываю в портфель. Для меня этот токен, как вы видите, до суда на 2.800 у него тень проходила. И мне как раз сегодня задавали вопрос. Правда ли, что он дойдет до 2.800? Возможно, он туда и не дойдет. Но важно понимать, что есть уровни, по которым было некое такое фиксированное определение. Это, в краске, 226 уровень. И поехали, если так, свечи отрабатывать. 163, допустим, уровень. Вот те уровни, которые хотелось бы увидеть после накопления и выхода наверх. То есть рынок начинает уже нет-нет постепенно, как по мне, разворачиваться. Рынок начинает показывать свои отметки, показывать, что он может. Все говорят, что рецессия скоро начнется. Я считаю, что вообще снижение просто пойдет все вниз в такие тартарары. Некоторые там ждут 3 тысячи за биток. Некоторые там ждут его по 750. Но, как по мне, еще рано. Я смотрю, как майнеры начали работать. Я смотрю, как майнинг катушки начали продавать. И вообще, в принципе, наблюдаю за всей историей. По майнерам могу определиться, в принципе, когда какой цикл будет начинаться. И меня это устраивает. И думаю, что мы уже вышли из такого основного периода коррекционного медвежьего рынка. И переходим в фазу уже аккумуляции. Вот. Где OICP? Где можно будет его отторговать? Где можно будет на него посмотреть? Итак, первый уровень это 4,729. Данный уровень мы можем подойти. Здесь произойдет уже перегретость по низу. И задерг, в принципе, наверх в сторону 5,2-5,4. Здесь у нас диагональная проходит. Ее прорубить, если то, можно увидеть новые уровни. Но пока коридор распилов по... Даже вот так, если посмотреть, коридор у нас распил и ровно на середине. Давайте я ставлю вот так вот в серединку, чтобы было понимание, что на пятерочке это прям уровень... Сейчас это уровень сопротивления. Но при пробитии можем уже его ходить на 5,4-5,6. Это что касаемо ACP. По ACP тоже очень хорошие новости. Они впереди планеты всей. Это интернет-компьютер-программинг. Они безопасность предоставляют. Они просто развиваются. По ACP можно говорить очень много, но целые там обзоры есть даже по нему. Вот. Файлкоин в ту же калитку. Файлкоин также отбираю. Для меня, допустим, файлкоин 5 долларов – это вообще не цена. На файлкоин смотрю со стороны того, что то, что они начинают делать, то, что создают децентрализованное хранилище, и Телеграм делает, в принципе, то же самое. Но то, что они творят – это прям история будет, на которую просто нужно будет смотреть. Здесь у нас произошла некая перегретость, и сейчас уход вниз, вот по такой вот волне произошел. И смотрите, вот здесь, если дадут сквиз в сторону 5 долларов – 4,9, то мы вырвемся и пойдем на 6. Должны, должны. Необходимо сделать так, чтобы на рынке была новая паника. И сейчас, в принципе, такие нет-непроспилы и происходят. Это ACP и файлкоин всегда ходят в одной вообще калитке. Они плюс-минус, так сказать, один как будто разработчик. Чего будем ждать в будущем по файлкоину? Файлкоин, кстати, у себя еще и проявлял неплохо. Сейчас он находится в режиме системного накопления, и это, в принципе, замечательно, потому что, зная людей, которые здесь его откупали на большие суммы, зная людей, которые здесь его откупали на большие суммы в надежде, что это раньше времени должно было пойти на 220-240. Но по циклам и по, в принципе, если наблюдать по циклам, которые были, сейчас можно было увидеть, что будет характерное снижение. Но могу так сказать, что выход у файлкоина в сторону 60-80-120, он в будущем прямо обеспечен. Ну, а это вы сами уже для себя можете понять. Сколько? Ну, 60 – это у нас 1142%. А дальше там 120, а если рассматривать, куда доходили, это вот 3000 с лишним процентов. Самое, что интересно, почему я частично набираю и лесенкой откупаю, и стараюсь это делать ежедневно, потому что меня устраивает то, что сейчас происходит. Меня накопление устраивает. Да, знаю, что кто-то там ждет, что вся альта упадет вниз, но мы на всю альту и не смотрим, мы смотрим в основном на фундамент. То есть я слышал то же самое с FFX во многих чатах, что это скам, что это в будущем это все придет к ничему, это умрет. И поэтому, ребята, вы должны скидывать FFX, когда я его отбирал с апреля месяца 22-го года. И я его не скидывал, я его просто отбирал. Ну, и потом получил свои, соответственно, проценты. Я думаю, тут многие получили проценты, кто прислушивался и также его отбирал. Вот. Там тоже было видно, что идет системное накопление. То есть все накопления, вот такие, которые вы видите, вот давайте даже на недельном таймфрейме посмотрим на файлпоине. Сейчас, сейчас могу сказать, что всем страшно брать, и это нормально. Поэтому я и стараюсь все отбирать. Когда вот тут всем страшно брать, и никто не понимает, что будет происходить вообще дальше, я просто стараюсь отбирать. Это что касаемо файлпоина. Я прям сегодня хотел с вами о нем поговорить, потому что вы, наверное, замечаете, что я отбираю монеты, и пытаюсь объяснить сразу при отборе, что долго срок, по такой-то, какой-то причине, бывает на графику даже рисуют, бывает даже присоединяют свои показатели, какие у меня, что у меня даже там минуса есть, не бывает там плюсов. Ну, допустим, при рынке медвежьем и при рынке, при аккумуляции, там минус 5, минус 7, минус 10 даже процентов, это отличный результат. Это не минус 100, минус 80 процентов. Вот, теперь давайте поговорим о Тонкоине. У нас, смотрите, какой перегрев тут произошел. И это отличнейший перегрев. Мы все равно вернулись под ту линию поддержки. Сейчас она является 1,993. И, в принципе, я как-то даже не переживал. На фьючерсном рынке я с ним не отторговываю. Меня это даже радует. Я накапливаю Тон и стараюсь это также делать еженедельно. Я уже говорил об этом, ребят, что откупайте его еженедельно на какую-нибудь сумму. В будущем вы будете приятно удивлены. Не то, что будете приятно удивлены, вы прям восхититесь этим. Как видите, он у меня рядом с битком стоит. Когда-то с битком не успел я, не успели многие. Ну, вот с Тоном можем успеть. Ну, и поддержать человека, как Николай Павел Дуров, разработчиков, технорей, маркетологов прекрасных, я думаю, необходимо. И то, что вы слышите от различных блогеров, от различных людей, что там Тон, Скам. Мне просто большая просьба. Заходите сразу в CoinMarketCap и посмотрите, на каком месте он находится. Ну, это так, для понимания. И тем же самым блогерам можно прям написать в комментариях, сказать, вы когда-нибудь разбирали эту криптовалюту. А я знаю, зачем они это просто делают. Неплохо хайпятся, потому что хайп можно поймать именно только на негативе. И если вы даже вот скрины скидываете, значит хайп сработал. И, в принципе, жму руку этим блогерам, которые этот хайп создать. Значит так, основной коридор 2.25. Здесь у нас произойдет некий такой задерг еще до 2.4 может произойти, до 2.35. Потом все равно возврат в коридор. Пока что новостей там по тону каких-то там необычных нет. И основной у нас коридор сейчас очень радует, что мы находимся выше зоны поддержки. Это 1.993. И можем свободно-свободно смотреть, как будем гулять вот в этом коридоре. Долго будем ходить в нем, пока не выплюнут новое масштабирование. Кстати, с USDT начали взаимодействовать с трону. Если вы видели, что вы вволите, теперь вы можете свободно приобрести трон USDT и отправить его на любой кошелек. Это отличная коллаборация между самим блокчейном Тон, Телеграмом и, ну, конечно, Джастин Саном. Джастин Сан вообще свои грабли везде засовывает. Я думаю, в следующем бетчинг-цикле он Сизова немного подвинет. У них, кстати, скорее всего начнется некая такая баталия, война. Я думаю, их будет, потому что они будут воевать за рынок. Так, вот, делить его начнут. Так, по лайтку. По лайтку. Что у нас происходит? Зашли в коридор и, в принципе, по коридору, который указан был неделю назад, мы в нем и ходим по высоте. Лайток очень интересная монета. И вы знаете, что ожидаю его я очень высоко. И для меня лайток – это самое важное, что он монет. Самое важное, что это проект токен. Один из старейших токенов. Один из токенов, который майнится. Для меня то, что на майне находится, вы знаете, это прям топ из топов. То, куда идет это все направление, это только вверх. Ну вот. И то, что он там сейчас стоит 91, это на самом деле он еще ничего не стоит. Но где-то в июне-май-июнь буду смотреть, какой будет у него пролив. Он случится. Прямо перед халлингом это должно произойти. Это нормальная история для лайтка. Такой треугольник. Вот опять зашли в треугольник. И смотрите, вернуться на 88 вообще легко. 84,99 – это та самая зона поддержки, от которой, скорее всего, будем отталкиваться. Но я думаю, что и это как раз-таки послужит такой будет перегревчик и ход наверх. Вообще все смотрит довольно-таки очень интересно. Нам бы по лайтку даже пробить 96 и уйти уже свободно на 100-102. Потому что здесь у нас есть такая зона сопротивления. Это 106 уровень. 105,75. Ну, 106 этот уровень считается. В общем, есть такая небольшая зона сопротивления. И коридор такой у нас складывается довольно-таки большой. Мы в нем ходим. 84, 106. Это вообще нормально по лайткуин. Обратите внимание, при пробитии 98 открывается значение 100-102. И можем гулять в этом коридоре. Но всю, я говорю, всю неделю будут прыжки. Будут ходить данных коридоров. Потом. Говорил, что еще. Расскажу про Ван-Нынче. Ван-Нынче спора там тоже мучало. Разлоков. Как вы знаете, и все переживают о том, что вот у Ван-Нынч разлок. Что будет делать? Что будем продавать? Нет, продавать я ничего не буду. Меня устраивает цена Ван-Нынча. Я вижу, что они делают. Плюс тот проект, который сейчас создаем. Все равно в будущем будем сотрудничать с Ван-Нынчом, с БСВ, с Ц-98. В общем, мы скоро вам в MVP все покажем, чтобы вы понимали вообще, что это за такой проект. И это действительно один из таких мощных проектов, который, ну, конечно, за 10 лет удалось реализовать. Было 4 ошибки. Пятый проект, вот я думаю, все-таки отличный получится. Вам он должен всем понравиться. Ни сетевуха, ни пирамида, ни скам. Все отлично там. В общем, по Ван-Нынчу. Могут провалить там до 0.47. Вот сюда. Но будут стараться пробить вот этот уровень. Распил вот этого уровня. Это нормальная история. 0.514 уровня. Из-за него очень долго говорю. Посмотрите, вот его пытаются пробить. Никак пробить не могут. Зашли под него. Но буду смотреть и наблюдать всю данную неделю, что будет с ним происходить. Вообще 0.514 уровня пробития произойдет. Если получится у него вот здесь вот перегреться и уйти наверх, это будет прям замечательно. Ван-Нынч мне нравится как кошелек, как мультисистема ЭКО. Это прям что-то с чем-то. Так, а давайте мы сегодня рассмотрим еще и реплуху XRP. Со своими вот этими вот заскоками. Насколько я знаю, у них в конце марта, как и говорил, у них тут с секом должны уже закончиться все заседания. И, как мне кажется, уже репл должен просто выиграть эти заседания. Я за них топлю. Они отстаивают честь всей криптовалюты. Это первое многолетнее такое долго затянувшиеся судебные процессы между структурой криптовалюты и законом. Вот так вот. Не они это сейчас отстаивают. И могу сказать, что сейчас у них много чего в руках находится для победы. Потому что там эсэк у них немножко при заседании эсэк немножко там сбалунутал все, так сказать, все бумаги. Но буду ожидать, что судья все-таки станет на сторону репла. И первый уровень для меня, который будет открываться, это 0.54 уровень. А если смотреть в недельном цикле, я буду, честно вам скажу, первое, что буду наблюдать, это 1.3. Для меня 1.3 это очень важно будет. Ну, 1.2, 1.4 сначала коридор поймаем. Для меня это будет очень важное значение, где я буду его ожидать. Уже не думаю, что прям спустят его сильно там вниз. Уже прошли мы вот эти отметки, зашли в фазу накопления. Вот это вот все у нас является фазой накопления. Где то, что сейчас в принципе происходит с мировым сообществом в экономике, финрегулировании во всем, то индустрия блокчейн, она уже опередила все экономические факторы, которые могут быть. И поэтому именно Арабские Эмираты и взаимодействуют уже с блокчейн-системой. Поэтому там и Ripple, штаб-офис-квартира у них там есть. Поэтому там Тон, блокчейн-система там находится. То есть они уже с ними непосредственно взаимодействуют. И Ripple будет выполнять одну из функций банковского сектора для юридических лиц. Ребята, это не просто так. Не просто так. Ну и индук уже шумит, что пора этому парню на 0.8. Это максималка, по которой может произойти в ближайшее время, в ближайшее время, прошу заметить, некий перегрев. Оттуда коррекция может произойти некая. Но она не будет прям куда-то в ад уходить на 0.000. На старые значения там вот такие 0.1, я думаю, не придут. В общем, я топлю за Ripple. Ребят, мне не хватает во всем вот этом направлении. Сейчас, если посмотреть на недельном таймфрейме, увидеть такие вот горки, мне не хватает таких горок. И именно такие горки могут привести к очень хорошему результату в будущем. Вот. Туда же отношу Algo Grand. Туда же отношу Stellar. Туда же отношу HBAR. Хедеру буду вообще отбирать. То есть вы можете там кричать на меня, не кричать. Хедеру буду отбирать. В Хедеру верю очень сильно. Хэшграф это прям молодцы. Не просто так они отрастали от вот этих вот значений. Давали по 1693%. Вот. Сейчас идет накопление и буду ждать некого переха. Я думаю, до единички они все-таки доберутся. И 1 доллар это будет для них тоже не значение. Дайте, так сказать, только Ripple выиграть заседание и это все дело полетит. Вот. BNB. Давайте пройдемся по BNB. И потом я... Где можно хранить ACP? ACP пока храню на этом. На OKEX. Вот. Разделил ACP между OKEX и BNB. Не знаю, может быть есть в Atomic Wallet. Не смотрел, ребят, еще. Ну, как-то так пока в моменте все держу. Что по BNB? 333.9. Опять этот шоколадный уровень. Не можем, не могут его отработать, не могут его пробить. Давным-давно он у меня стоит. Сейчас переключимся на 4 часа. И все объясню, покажу. Потому что при пробитии 333.9 у нас открывается тут же уровень 397. Так я это определил. Уходим назад, возвращаемся и посмотрите, куда мы щелкнули. Когда вообще всех шортистов там посмывало. Вот на этом уровне. И этот уровень стал таким железным также уровнем. 333.9 это один из уровней, который был очень давным-давно выставлен. Сюда даже уже индюк даже прилип, что будут пилить этот уровень. И это нормальная история. Если у нас вдруг идет пропил данного уровня. И сейчас у нас вот такой вот треугольник. Вот сюда могут уйти легко, но с возвратом на 333.9. Пока я не понимаю, какие новости должны зашуметь, чтобы вернули очень сильно вниз. Но вообще, если по теханализу смотреть, просто торговки, то будут гулять в этом коридоре. 333.9.320. То есть это очень короткий недельный коридор с понедельника по пятницу. Тут просто смотреть, как будут сквизить. А сквизы будут в любом случае. То есть могут там 315.317 спускать. И еще. Если увидите, что 320.318 сквиз, то можно в принципе посмотреть, рассмотреть движение такое некое наверх. Но еще раз говорю, не смотрю в сторону того, что сильно пойдут вниз. Могут, конечно, но не сильно. Вот. Под растволит. Под растволит. Что провели 1.2417 уровень. Этот уровень у нас и сейчас является уровнем сопротивления. Не думаю, что пойдут там вниз. Видел, что. Говорит гид. Что там все. По 0.8 скоро увидите. По 0.7 увидите. По 0.5 увидите. Ничего в этом страшного нет. ТВТ будут только так же отбирать. Сейчас в долгую. Во-первых, это отличный подсадной корабль Сизова. Который в скором времени запустит новостную ленту по трастволит. Как только у трастволита пройдут первые. Ну не первые, а уже следующие крупные обновления. И вы сами все увидите. Ну в общем, что сейчас в принципе происходит. Перегрев может произойти на 1.15. 1.1. И с выходом наверх. 1.2417 будут пилить. Ребят, сразу хочу сказать. Будут пилить. Коридор у нас сейчас образовался. По глобальный коридор по ТВТ образовался от 1.02 до 1.02. Вот этот вот глобальный коридор. С понедельника по пятницу добро пожаловать. Мы в этом метном коридоре будем ходить. Будут сквизить. Потому что и уже треугольник начинает завершаться. То, что я не люблю расторговать. Это вот эти завершающиеся треугольники. Вот. Давайте теперь там немножко по вопросам пройдемся. Давайте посмотрим БСВ. БСВ, БСВ, БСВ. Те, кто вообще знает историю БСВ, знают, что ДЕКС отличнейший ДЕКС. На него смотрю. И так же откупаю. И сейчас есть некий... Был вот здесь вот очень сильный перегрев по БСВ. Буду ожидать чуть-чуть еще снижения вниз. По коробкам давайте отрисуем. Чтобы было понятно, куда буду его ждать. Вот на эти уровни 0.1750, 0.1700. Вот на эти уровни буду ожидать его некого такого падения вниз. Перегрев и возврат на уровень 0.19, 0.2. Вот. То есть коридор рабочий с понедельника-пятницом. Вот этот вот. Посмотрите на него. Джо-Джо, смотри внимательно, если торгуешь его на фьючерсном рынке. Вот. Что по Чилису? Чилис вообще... Ну, сейчас пока что рановато говорить про Чилис. О том, что у него глобальный треугольник завершается. Это очень важно понимать, что глобальный, большой глобальный треугольник у него заходит под закрытие. И в принципе, в принципе, рассмотреть Чилис как для похода вверх уже можно. Буду смотреть вот здесь. Если пробивают и уходят в сторону 0.1350, то буду смотреть, что будет происходить. Смотрим по месяцу. Ну, вот он глобальный треугольник, как говорил. Если посмотреть вот так по месяцу, то может еще в накоплении валяется. Даже по месяцу, по недельке. Может еще в накоплении долгое время походить. Очень долго. До июня может там в накоплении ходить. До своих первых вытёков. Но они не будут там такие прям сильнейшие в сторону 0.3-0.4. Вот. Для начала 0.1770 пробить. Это очень важный уровень по нему. Так, что у нас там еще с вопросами? Bitdao. Какой коридорчик на месяц? Bitdao также отбираю. Bit нравится вообще. Bit в негласный токен биржи Bitdao. Кстати, недавно меня сделали на Bitdao амбассадором. Если кто-то хочет зарегистрироваться, вот прям желает по моей ссылке, буду рад вас всех приветствовать. По своей ссылке, там напишите, да, и ссылку для регистрации на Bitdao. То добро пожаловать. Вот. Там плюшки, может, такие будут. Я еще пока не разбирался на BingX. У меня плюх, конечно, очень много. Ну, а так для вас что-нибудь буду выбивать. Возможно, кто-то хочет стать инфлюенсером, амбассадором, так же, как на бирже BingX. Кстати, кто хочет стать инфлюенсером или амбассадором на бирже BingX, говорите. Вот. Помогаем. Коридор давайте на месяц глянем. На месяц, на целый. Ну, что могу сказать. Можем улететь под уровень. Вот это вот 0.4864, это такой уровень, уровень сейчас, он уровень поддержки. Но можем под него залететь. То есть, если так рассмотреть, есть диагональная, в которую можем идти так вверх. Но если под него залетим, можем найти новые низы. Это очень важно. Даже с Гриней это, кстати, обсуждали, что может такое произойти. И у него на канале он тоже об этом говорил. А так, если посмотреть до конца этого месяца, то свободно 0.51, могут сходить 0.51 и выйти свободно 0.54-0.55. Вообще, коридор вот этот вот, блин, очень интересный. Так же, как и у всех практически сейчас сформированных валют, такая середина между всеми процессами, которые у них происходят. И многие сейчас думают, в какую сторону что пойдет. Вот я прям вижу некоторых трейдеров. Но вот смотрите, вот здесь есть перегретость. Паза перегретости. Вот мы с вами, например, свечкой воткнулись. Я думаю, мы все-таки вырвемся 0.54-0.55, потому что Индюк может продолжить такое вот движение. Это что касаемо BitDAO. Так, что у нас вопросов больше нету пока что. 9 участников. Ну, в принципе, по-быстрому сегодня, если пролетели, то пролетели вот так вот. Потом, давайте, кстати, про Elrond поговорим. Был недавно вопрос, что с Elrondом. Марс не его задавал. Вот. И где его буду ожидать? Почему я его не отбираю? Я его как-то складывал в портфель, но я жду по нему еще некое такое, знаете, кстати, очень интересное формирование на месячном таймфрейме. Смотрите. Очень прям такое интересное. И знаете, что он мне напоминает? Давайте я сейчас включу вам BitTalk. Видите, что напоминает это формирование мне? По-моему, надо взять в портфель Elrond. Хорошо, сейчас посмотрел на него. Прям очень интересно сформировался. Ну, в общем, походу Elrond пора набирать. Возможно, у него будет сейчас выстрел в скором времени такой же, как был у BitK. И видели, я сейчас вам отметил. Выход может произойти вот сюда, в сторону там 80, в сторону 100. В общем, Elrond мне нравится как монета. Знаю, что его и Кигай отбирал долгое время. И смотрел он за ним. И до сих пор смотрит. Если у него заход произойдет по 28, по 26, по 24, то да, можно уже рассматривать некий такой интересный поход для обнаружения новых минимумов. Но самое, что важно, сейчас даже на 4 часах можно увидеть вот такую вот опять же формацию, где распил идет уровня. И уровня, кстати, распил 42-го идет. Так, на глаз уже видно. И перегретости никакой вообще нету. Находимся прямо в середине. То есть можем еще улететь на 38-39, но постепенно-постепенно можно отбирать Elrond. На самом-то деле могут там зайти под... Ну, доставали уже 36-й уровень. Могут, могут зайти, но выстрел в любой момент может произойти, так как сами видели, что в принципе происходит. Elrond отбирать надо. Постепенно, постепенно, в будущем очень... В будущем он очень хорошо стрелит. У него и по графику нормальная история, да и сам проект такой не это, не простой, не скамовый. Ну, вот можно увидеть, что в сторону там 400-500, вот сюда пойдет. А так, первый уровень отработки это у нас 140, потом 200. Ну, естественно, тяжелый уровень, это сотый уровень, 110. Вот такая вот история. Так, что у нас, ребят, если у вас в принципе вопросов никаких нету, прошлись по рынку, буду вас также держать в курсе событий всю неделю. С самого утра всю ночь с вами пишу, рассказываю и что в принципе у нас происходит. Поэтому приходите на закрытый канал, приглашайте своих друзей, продавайте NFT, зарабатывайте на этом. В общем, всех рад видеть, всех рад слышать всегда. Заходите и инвестируйте с умом, самое важное. И что самое главное, не заходите с огромными плечами, знайте, что фьючерс это очень хорошее казино, где казино всегда остается в выигрыше. Если вам удалось собрать куш, перелейте его в фундаментальный токен на скотовом рынке и выведите его на холодный кошелек. Ну что, друзья, всех приятно было еще раз видеть, до скорых встреч, уже до завтра, до утра и всем пока-пока. Обзор рынка будет уже сегодня у вас здесь на канале. На YouTube его выложу только в среду либо в четверг для подтверждения информации. Ну все, пока-пока, до скорых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok